Джанни Ротари. Сказка «Дом из мороженого». Однажды в Полоне, как раз на главной площади, построили дом из мороженого. Все ребята, даже с самых далёких окраин, сбежались на эту площадь, чтобы хоть капельку полезать этот вкусный дом. Крыша у него была мармеладная. Вместо дыма из каменных труб струились клубы, спиток сливок, а камины были сложены из цукатов. Всё остальное было из мороженого. Двери из мороженого, стени из мороженого и даже мебель из мороженого. Один маленький мальчик, ну просто прилип, к обиденному столу. Он так усердно лизал все её четыре ножки, что под конец тот не выдержал, и рухнул ему на голову. Со всеми тарельками и плюцами, которые пили из мороженого в шоколаде. Да в каком? В самом лучшем. Но вот в один прекрасный день городской страшник заметил, что одно окно начинает таять. В это окно были вставлены стёклом из клубыничного мороженого, и они потекли розовыми ручейками. Скорее закричал страшник, ещё скорее. И все опрометью бросились лизать под таевший дом, чтобы ни одной капельки этой вкусноты не пропало зря. Креслице жалобно молила одна старушка, у которой не хватало сил пробиться сквозь толпу. Хоть одно креслице для бедной старухи. Ох, кто бы мне его вынес, креслице? По возможности, конечно, с ручками. Тут один благородный пожарный бросился в дом и принёс ей кресло из мороженого, украшенное кремом и фисташками. Видели бы, как обрадовалась бедная старушка. Она сразу принялась за него и начала как раз ручек. Вот уж был праздник, так праздник, и ни у кого даже живот не заболело. Так уж велели доктора. И до сих пор, если ребята начинают приставать, чтобы им купили вторую порцию мороженого, родители со вздохом говорят. Ну, конечно. Может, без тебя ещё тело и дом из мороженого, как в фаноне, читала с Арксиан Эриком, с папушкой и братом.